Друзья, всем привет! Сегодня мы говорим о крайне необычном фильме, вернее он достаточно простой и таких можно отыскать целую кучу, если захотеть. Но! У картины есть кое-какая особенность, из-за которой я не могу даже определиться, к какому жанру фильмец вообще отнести. Вроде это триллер, а вроде это хоррор. Ну или можно назвать его даже фэнтези и где-то можно отыскать нотки слэшера и детектива. Короче говоря, хрень это полная. Авторы добавили сюда всего понемножку и видимо надеялись, что это пойдет картине на пользу, но нет. Тащите с кухни чего пожевать, усаживайтесь поудобнее, оставляйте несколько комментариев для продвижения ролика и давайте начинать. Вступительная сцена фильма сразу говорит нам о том, что нас ждет нечто кровавое и зрелищное. Но! Ладно, не буду вас пока расстраивать. В этой сцене мы наблюдаем раздетую барышню. Ее какой-то маньяк сейчас собирается разделывать и даже вон расчертил на ее теле план, какой кусок ее плоти и как именно он будет разрезать. Это безумие. Безумие не безумие, но со своей жизнью дамочка точно прямо сейчас попрощается. Ну а мы попрощаемся с ней, ведь в фильме мы ее больше никогда не увидим. Неожиданно, правда? Ладно, не суть. Погнали болтать про основную сюжетную линию. А там оказывается молодая девушка, звать которую Энджи. Матушка ее с богом провожает во взрослую жизнь, ведь наша главная героиня поступила в колледж, что располагается достаточно далеко от ее родного дома. Не волнуйся, все будет хорошо. Это просто колледж. Приехала, значит, Энджи заселяться в общагу. Правда, вот незадача. Спать нашей главной героине-то негде, ведь бывшая соседка ее новой соседки забрала кровать с собой, когда переезжала. Но не беда. Ведь всегда можно поспать на обшарпанном диване, на который недавно кто-то пописал. Так и живем. Энджи выходит на улицу, чтобы позвонить своей маме, чтобы сказать, что с ней все норм и что спать она отныне будет на удобном диване. Тут же она слышит какой-то странный звук и как можно скорее заканчивает разговор и покидает телефонную будку, чтобы отправиться в комнату и покурить. Ловко, слушай. На утро Энджи вместе со своей соседкой направляется к доске с объявлениями, чтобы чекнуть, не продает ли кто-нибудь какую-нибудь кровать. А то спать на диване, ну, как-то совсем не круто. Но, к сожалению, кровать никто не продает. Зато, судя по всему, Энджи нашла себе новую работу. Правда, рабочее место ее будет располагаться совсем не близко. Но это ничуть не расстраивает нашу главную героиню. В это же время какой-то чувак в шапке стоит и наблюдает издалека за Энджи, однако последний его даже не заметил. Но чел оказывается очень даже напористым и заглядывает к ней в аудиторию и заставляет Энджи слегка обосраться. Здорово придумали. Сразу после пар Энджи отправляется на переговоры с будущим работодателем, а за ней направляется тот самый загадочный чел на своем пикапе. Энджи приезжает на какую-то ферму, где ее тут же встречает отец семейства, а следом мать и, собственно говоря, маленький чертенок, звать которого Сэм. Ну, а это Джим и Виолетта. Он немного стеснительный, но быстро привыкает к людям. Красивый у тебя костюм. Да, он никогда его не снимает. Энджи тут же показывает их жилье, и наша главная героиня краем глаза палит, что ведет себя Сэм слегка необычно, но не придает этому особого значения. А следом ей сообщают хорошую новость. Ну что ж, в общем, мы поговорили и решили, что мы вас возьмем. После они говорят ей, когда нужно будет приехать и посмотреть за Сэмом, и Энджи на радостях возвращается обратно в общагу, а за ней продолжает следить тот пикап. Но брюнеточка как его не замечает, так и не замечает. Хотя, когда она только ехала на собеседование, понятно, почему она его не замечала, ведь позади нее никто не ехал, но почему сейчас не замечает, я не знаю. На следующий день после занятий, Энджи начинает подкатывать какой-то парень, но нашей главной героине сейчас неинтересно знакомство с какими-то там Риками, поэтому она как можно скорее удаляется, и бежит в свою комнату, на свой любимый диван. Правда, вот незадача, ее койко-место сейчас немного занято. Но она скорее еще раз взглянет на того чувака в шапке, чем ляжет на его кровать. Кстати, ей не придется пользоваться такой функцией, как воспоминание, чтобы вспомнить лицо той стесняшки. Ведь прямо на улице он ее же и поджидает. Но вместо того, чтобы подойти к нему и начать быковать, мол, че ты за мной следишь, она пользуется помощью видеомонтажера, который любезно перемещает ее в церковь, где она снова встречает Рика. Можно личный вопрос? Почему ты все время бежишь? Спорт это же цыг! Тебе не кажется, что за нами кто-то следит? Как будто кто-то тебя преследует. Но Рик не считает это странным, поэтому приглашает Энджи на свидание, которое заканчивается вроде неплохо. На следующий день, да-да, это уже следующий день, Энджи направляется на работу, но, к сожалению, ее машина приказала долго жить. Благо, неподалеку оказывается Рик, и он предлагает довезти ее до работы, а после он вернется обратно, починит машину и отвезет ее к Энджи. Да, видимо, этому парню совсем заняться нечем, но неважно. Ты такой добрый. Так мило. Вы такие няшки. Обожаю. Зайдя в дом, Энджи первым делом просит Джима после работы отвезти ее в город, и, конечно же, мужик соглашается, а после вместе со своей супругой уезжают по своим делам. Энджи теперь развлекается как может, разглядывая всякие библейские картинки, но ее спокойствие приходит к конец, когда в коридоре вдруг сгорает лампочка. Энджи, как самый настоящий детектив, начинает разглядывать темные уголки дома в надежде найти причину выгорания лампочки в коридоре. Но все безуспешно. Никаких следов преступления она не обнаруживает, а значит, лампочка перегорела, потому что ее время пришло. Ну и хрен бы с ней. Пора бы выпить водички и что-нибудь съесть, а после она звонит Рику, чтобы разбить ему сердце. Я хотела сказать, можешь за мной не ехать, меня отвезут. Бессердечная ты сука! Положив трубку на телефон, снова раздается звонок. Энджи поднимает трубку, а там тишина. Энджи снова кладет трубку и снова раздается звонок, и снова она слышит тишину. Тишина, очевидно, к Энджи неровно дышит, но главная героиня не придает этому значения. Энджи решает позырить телек, дабы отвлечься, но, к сожалению, она не умеет пользоваться кнопкой громкости, а ящик в этом доме слушают довольно громко. Ей придется отложить пульт куда подальше, чтобы не разбудить Сэма. Но она все же идет наверх, проверить, не проснулся ли Сэм. В то время как тот лысый чел направляется к дому, но беспокоиться не стоит, ведь Сэм спит. Далее Энджи решает заглянуть в загадочную соседнюю комнату, а в ней нет ничего интересного. Но интересное занятие она себе все же найдет, ведь Сэм все-таки проснулся и просит его покормить. Мама сказала, что твоя еда снизу. Нарезанное красное мясо. Очень интересно. И снова на другом конце провода тишина. Тишина и жуткие вздохи туберкулезника. Которые прямо сейчас находятся за дверью и начинают дергать ручку. Но надолго его не хватает, ведь стоило Энджи подойти к двери, как там никого не оказывается. Она решает проверить, закрыта ли дверь. И да, она оказывается закрыта. Вот это новость, не правда ли? А я думал, лысый просто не умеет пользоваться дверной ручкой. Энджи начинает носиться по дому и проверять все двери, которые, на удивление, оказываются заперты. И вот прям абсолютно все. Это попахивает чем-то нехорошим, подумала Энджи и тут же позвонила в полицейский участок. Возле дома кто-то есть. Хорошо, я скоро заканчиваю, а потом зайду к тебе, хорошо? Спасибо. И казалось бы, все. Сейчас приедет шериф и все будет зашибись. Но он приедет не скоро. На этом приключение Энджи не заканчивается, ведь спиногрыз куда-то подевался. Она решает проверить его комнату, но там его не оказывается, поэтому она продолжает его поиски и заглядывает в какую-то жуткую кладовку, где также никого не оказывается. И в трубке она снова слышит тишину, поэтому решает звякнуть своему новоиспеченному бойфренду и попросить того явиться к ней на порог и защитить от жутко молчащего в трубку джентльмена. Благо, Рик прямо сейчас сюда и направляется. Следом, положив трубку, она палит, что в дверь снова кто-то ломится. И на сей раз удачно. Такой стрёмный. Лысый начинает гулять по дому в поисках хоть кого-нибудь и только спустя какое-то время он слышит детский смех наверху, куда, собственно говоря, и направляется. Энджи вылезает из засады и хочет сбежать, но она так просто не может бросить Сэма. Стало быть, нужно любыми способами защитить пацана. Энджи принимается искать оружие, но он находит лишь какую-то оккультную хрень и думает, что ей просто показалось. Тут же на первом этаже появляется Лысый и долго рассматривает лужайку этого прекрасного дома. А Энджи в это же время успевает пройти у него за спиной, чтобы снова спрятаться, вместо того, чтобы треснуть ему по башке чем-нибудь тяжелым. Да она же просто чокнутая. Она решает заныкаться в той самой жуткой кладовке, но её там отыскивают. Благо, хотя бы сейчас она догадывается ему втащить монтировкой, а после принимается бежать. Помогите! И пока чувак чилит без сознания, Энджи теперь носится в поисках Сэма и не без труда ей удается его отыскать. И вместо того, чтобы бежать, куда глаза глядят от того здоровяка, она хочет вернуться в дом, пройти к телефону и взять ключи от машины. И плевать, что пройти ей придется рядом с телом Лысого, который по классике жанра приходит в себя и хватает её за ногу. Энджи достает откуда-то клюшку для гольфа и начинает дубасить, после чего понимает, что отхерачила она только что не кого-нибудь, а самого Падре, который, кстати, успел снять с Сэма его любимую шляпу, а за ней барабанная дроппер рога. Да, мать его, это, чёрт подери, сам дьявол, вернее, дьяволёнок. Об этом мы узнаем от его отца, вернее, от приёмного отца, то бишь от Джима, который прямо сейчас вместе со своей супругой вернулись домой. Приходит в себя Энджи уже в подвале этого дома, куда Джим также затаскивает и ещё одну девушку, которую собирается разделывать. В общем, семейка, как вы уже успели догадаться, довольно необычная. Они растят маленького чертёнка, который питается лишь человеческим мясом, причём он довольно капризный. К примеру, он предпочитает есть мясо только молодых девушек и ест исключительно их ляжки. Сукин сын! Ты будешь гнить в аду! Гнить? Ты забыла, кого они растят? Или ты думаешь, что в аду предпочитают избегать кумовство? Что-то я сомневаюсь. Кстати, почему-то в этой версии фильма просто взяли да вырезали довольно жуткую сцену с пилой в руках этого маньяка. Как он распиливал тело этой девушки. Но да ладно. Теперь настало время Энджи, однако прямо очень вовремя к дому подъезжает полицейский, которого вызвала главная героиня чуть раньше. Чем можем помочь? Мне звонила девушка, ваша няня Энджи. Она уехала полчаса назад. Но полисмен не особо верит этим двум порядочным гражданам, хотя делает вид, что они его убедили и уезжает. Джим возвращается обратно к Энджи и собирается с ней расправиться, но она втыкает ему в колено что-то острое, а после, конечно же, убегает. На улице она натыкается на тело Рика, а после становится свидетелем того, как за ней гунится Джим на долбаном квадроцикле. И так как Энджи у нас далека от хорошей физической формы, убежать от Джима ей не удается, и она снова оказывается в подвале. Я хочу, чтобы ты чувствовала. Да пошел ты. Хорошо. Ты очнулась. Нет. Брось оружие. Как дела, шеф? Лучше всех. Не волнуйся, Энджи, я тебя вытащу. Сзади. И пока Виолетта там разбирается с шерифом, Джим вновь нападает на Энджи, которая в это же время пытается дотянуться до пистолета. Хватит, закончено. Нет. Они мертвы. И, казалось бы, вроде все. Хэппи-энд. Но как бы не так. Сэм, оказывается, жрет как за троих, а его уже давно не кормили, поэтому он убивает шерифа и собирается полакомиться молодой девушкой. Но Энджи не так проста, как кажется, и просто подвешивает засранца за ноги в сарае. Много я странной херни в жизни видел, но такое... Наступило утро, Энджи не без труда добирается до машины, но, к сожалению, уехать ей не удается. Ведь она прямо за рулем теряет сознание, благо, очень вовремя подъезжает полиция, которая и отвозит ее в больницу. Энджи? Нет! Энджи, все хорошо. Ты в безопасности. Твой друг сказал, что ты работала нямей. Ты помнишь, что случилось с ребенком? Мы его не нашли. Что? Он был в сарае. Он был в сарае? Мама! Все хорошо, милая. Короче говоря, да, Рик, оказывается, просто валялся там без сознания, а Сэм куда-то слинял. Видимо, прямиком во вторую часть, которую, наверное, мы уже никогда не увидим. И мне вообще похер. Фильм, честно сказать, не самый плохой, но в то же время и не самый хороший. Крепкий такой середнячок, с очень странным сюжетом, но для одного раза вполне себе сойдет. Не понравилось мне, как именно показали нам Сэма. До того, как мы увидели рога, не было даже малейшего намека на то, что Сэм может быть дьяволом, демоном или кем он там является. И это, блин, ну хреново. Да, был момент со свечками в шкафу, который как бы должен нам говорить о чем-то эдаком. Но, во-первых, это случилось так-то за несколько минут до того, как мы, собственно, узнали, что Сэм дьявол, а во-вторых, это, блин, вообще такой себе намек. Хотя это даже намеком назвать сложно, ну на что это намекает? Что семейка поклоняется темным силам? И чё, как это относится к Сэму? Или, по мнению авторов, то мясо, которое было в контейнерах, охренеть, как похоже на человеческое? Да нет, обычная говядина, нарезанная мелкими треугольниками. Да и всё. Разве нельзя было намекать как-то более интересно, к примеру, сделать ему какой-нибудь хвост? Или дать герою Сэма какие-нибудь интересные зрачки или цвет глаз? Да хоть что-нибудь, что указывало бы на его тёмную сторону. А так ни черта не понятно. Ладно, большое вам спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, если вам нравится, ставьте комментарии, пишите лайки и услышимся уже совсем скоро. Если точнее, на следующей неделе, примерно в среду, на втором канале выйдет ролик, наконец. Поэтому переходите по ссылке в описании, подписывайтесь. Я буду вам очень благодарен. Заранее спасибо и до скорых встреч.